Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео я вам расскажу теоретическую часть основ базы данных и вы поймете, я вам также расскажу, почему каждому андроид разработчику нужно знать и понимать основы в базах данных. Итак, устраивайтесь, поудобнее мы начинаем. Если вы хотите освоить высокооплачиваемую, востребованную, престижную профессию и разрабатывать мобильные приложения по систему андроид, тем самым будь уверенным в завтрашнем дне, если вы хотите обучиться специальности, которая послужит основой и возможностью для переезда в любую страну, которая вам нравится и позволит вам стабильно и достойно зарабатывать, либо в компании, либо работая на себя, в офисе или удаленно, если вы хотите работать на себя и развивать свой небольшой бизнес по разработке мобильных приложений на заказ, если вы хотите создавать свои сервисные мобильные приложения, тем самым влияя на жизни огромного количества людей и зарабатывая на своих стартапах, тогда я вас приглашаю на программу обучения на андроид разработчика. Я вас обучу на профессию андроид разработчик на личной основе и доведу до результата качественно и максимально оперативно. На курсе вы овладеете современными технологиями и получите опыт качественной и современной разработки. Курс обновляемый, то есть если какие-то технологии устаревают, выходит что-то новое, то материал курса обновляется. Также я могу вас проконсультировать по поводу мобильной разработки, если у вас возникла проблема при обучении. Ссылка на программу и условия обучения, а также на контакты для связи со мной, есть в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. До встречи на обучении. Значит, смотрите, у нас есть некое, скажем, такое вот устройство, наш смартфон. Такой некий, да? И у нашего смартфона есть приложение, которое мы пользуемся, допустим, пусть стандартно для интернет-магазина. У нас, у этого смартфона есть база данных, да, и SQL, да, там, Lite, допустим. Неважно. С этой базой данных наше приложение работает через специальную библиотеку Room. То есть это некое такое локальное хранилище на устройстве. Таким хранилищем, такое хранилище может быть использовано, например, для хранения тех товаров, которые пользователь положил либо в избранное, либо в корзину, да. То есть что-то локальное, что связано только с этим пользователем. Но помимо этого в наше мобильное приложение должны прилетать данные. Какие данные? Например, о количестве товаров, о актуального, да, только актуального ассортимента товаров, да, то есть актуальный ассортимент, то есть категории, подкатегории товаров, сами товары, цены этих товаров. И эта информация, она очень часто обновляется. И для того, чтобы мы не заставляли каждый раз наших пользователей обновлять мобильное приложение, эти данные должны поставляться извне каждый раз, допустим, когда человек заходит в свое мобильное приложение. И эти данные хранятся на неком пространстве в сети, где-то, скажем так, на сервере. Вот он, сервер, я вам так фигурально нарисовал. Что такое сервер? Это компьютер, который стоит где-то удаленно, на котором располагаются, скажем, некие файлы, которые могут поставлять подобную информацию. Какая это информация? Это информация, которая должна быть доступна для всех пользователей нашего мобильного приложения. Не конкретно вот здесь то, что здесь у одного пользователя должна быть эта информация, а у всех пользователей, ведь для всех пользователей должна быть доступна, и каталог должен быть доступен, и данные о товаре, да, то есть это такое вот динамичное поступление данных. И такие данные мы обычно храним на сервере. Сервер это по факту некое пространство, то есть где-то удаленно, возможно даже не в вашей стране, находится компьютер, на котором лежат файлы, так называемого бэкэнда. Бэкэнд, то есть есть фронтенд, есть бээкэнд, да? То есть бэкэнд это именно, скажем так, совокупность файлов, которые работают, совокупность файлов, в которых записаны запросы, с помощью которого через эти запросы данная информация улетает к нам в мобильное приложение. А мы принимаем эти данные через специальную библиотеку Retrofit, которая работает с сетью. Но backend это просто, очень часто это SQL запросы. Backend часто пишется на таких языках, как PHP. Если нужно что-то сложное в качестве backend, то используется фреймворк Laravel. Используется тот же, допустим, Python. Вот Python, получается Python. Плюс его фреймворк Django. Можно, кстати, написать на чистом PHP. Но тогда вам нужно будет загуглить, что такое PDO. Чтобы писать защищенные запросы. Также есть ультрасовременный Node.js. С его фреймворками. Express. И, по-моему, Next там еще есть фреймворк. Ну, Express больше библиотека, Next больше фреймворка. То есть, это просто запросы. Пишем запросы и прописываем некие роутеры. То есть, пути, по которым мы можем получать информацию. То есть, что происходит? Здесь мобильное приложение, человек... Вот здесь, в мобильном приложении, допустим, человек заходит в определенную категорию. После того, как он зашел в определенную... Даже не так, давайте так. Человек нажимает на кнопку «Посмотреть каталог». Открывается экран. И когда он зашел на этот экран, у нас идет запрос к серверу. И к серверу по определенному пути. На этом пути срабатывает специальный SQL-запрос, который отдает данные, которые нам нужны. И мы уже здесь их фильтруем в мобильном приложении. Но откуда он может взять эти данные? Ведь это же просто сервер. Мы уже сказали, здесь просто запросы в базе данных. Собственно, и берет он эту информацию с базы данных. База данных хранится также на бэкэнде у нас. Обычно это база данных самая классическая, MySQL. Либо, скажем так, Postgres. Очень часто. Ну и много других. Но обычно это либо MySQL, либо Postgres. То есть, здесь некие, скажем так, пространство. Это некие, скажем так, некое пространство, где хранится вся наша информация. То есть, как это работает? Все данные мы храним в базе данных. В случае запроса с нашего мобильного приложения, прибегает запрос, также через библиотеку Retrofit, к нашему бэкэнду, где срабатывают определенные запросы и вытаскиваются определенные данные с базы данных и поставляются через SQL-запрос, а в тот же через Retrofit обратно наше мобильное приложение. Но зачастую мы используем специальную архитектуру MVVM. И эта архитектура позволяет нам делать следующее. Когда человек просто запускает мобильное приложение, в момент запуска автоматически мы отправляем запрос через Retrofit к нам в обратную сторону, к нашему бэкэнду срабатывает определенный запрос, все данные достаются из базы данных в SQL и обратно через Retrofit поставляются в наше мобильное приложение. И когда это происходит, мы можем показывать крутящийся вот этот сниппет, крутящуюся загрузку, что загружаются данные. После того, как все это загружено, мобильное приложение уже запускается. Но очень часто, если мы используем вот этот MVVM, очень часто мы можем делать следующую вещь. Когда мы поставляем, у нас поступают данные через Retrofit наше мобильное приложение, мы можем эти данные смигрировать вот сюда, в локальную базу данных Room и в дальнейшем сделать так, чтобы мобильное приложение работало именно через эту библиотеку с базой данных на устройстве SQLite. Тут, кстати, я ошибку сделал, тут лишнюю L написал. И смотрите, то есть какая ситуация, что мы все данные актуально загружаем при каждом запуске, но последующем, ну не просто загружаем, а мигрируем эти данные в базу данных на устройстве, с которой работаем через библиотеку Room и уже в дальнейшем работаем с этими данными. Такой подход позволяет, например, в случае, если у клиента не будет какого интернета, то он может получить данные, которые были актуальны на предыдущую загрузку. Это очень классно. Это все очень хорошо, но теперь мы поговорим с вами, давайте, про базы данных. Как мы сказали, у нас есть некое пространство. Вот оно, это пространство. И здесь хранятся все данные. Это база данных. Это вот база данных. База данных – это вот некое у нас пространство. В этом пространство разбито на таблицы. Например, если мы говорим про каталог с товарами, у нас должны быть таблицы информации с категориями и информация с товарами. То есть, вот допустим, категории у нас, какие там будут нам важны, скажем так, какая информация важна для категории. Это индивидуальный идентификатор категории. Это, допустим, название категории, да? Ну и, собственно, возможно, какое-то описание, там, description с категорией. То есть, это поля, таблицы, базы данных с категориями. И здесь мы должны заполнить эту таблицу. Например, ID-шник 1 будет, допустим, категория, если одежда, там, грубо говоря, джинсы, описание, там, классические джинсы, такие-то, да? Но дело в том, что у нас все информации, ну и дальше, там, 2-й, 3-й, вот так вот заполняются таблицы информации. Мы должны будем доставать информацию из таблицы базы данных и делать это по уникальным ключам. И, как правило, вот этот индивидуальный идентификатор, он, мы его не заполняем, он генерируется автоматически в порядке последовательности. А мы просто сделаем здесь, заполняем название и описание. Кроме того, мы можем, вот эта вещь называется автоинкремент, то есть автоматическая генерация, а ключ называется как primary key. То есть, это primary key отвечает за то, что это ключ, по которому мы можем работать, а автоинкремент говорит о том, что он будет автоматически генерироваться. Также мы должны использовать определенные типы данных для каждого поля. Например, int это число, да, для поля id, для названия, короткого названия товара, как обычно используется, варчар тип, да. А как описание, здесь более большое поле текстовое, мы используем тип текст. Это все хорошо, но у нас, допустим, у каждого товара есть определенная категория, да. И, кстати говоря, товары, также мы создаем таблицу с товарами. То есть, опять же, сказал, как и Аня сказал, база данных это совокупность таблиц. И создаем вторую таблицу, вторую таблицу товаров. У этой таблицы также будет индивидуальный идентификатор самого товара, название, да, товара, описание товара, и цена товара. Но дело в том, что каждый товар определится, допустим, у нас относится к одной категории. То есть, у нас, допустим, схема такая. Один товар может относиться только к одной категории, но у одной категории может быть очень много товаров. Образно создать поле ID категории. И это поле будет типа int. И, например, здесь, смотрите, ID товара ID, название, допустим, типа зауженные джинсы. Здесь какое-то описание, цена там, 3000 рублей. А у нас в таблице с категориями, у категории джинсы, к которым относится этот товар, ID-шник 1. И поэтому здесь мы указываем этот ID-шник 1. И как будет происходить общение между этими таблицами. То есть, мы в нашем мобильном приложении, допустим, хотим отобразить, к какой категории относятся. Вот мы зашли на страницу вот этой. Мы зашли на страницу на экран с этим товаром. Товаром джинсы. Зауженные джинсы. И нам нужно на этом экране отобразить название категории, которые относятся к нашему товару. То есть, мы обращаем. У нас на этом экране с товаром есть вот этот индивидуальный идентификатор товара. Мы по этому индивидуальному модификатору товара получаем данные с поля ID-категории. И уже используя вот этот ID-шник, мы делаем запрос к этой базе данных. И получаем, обращаемся вот к этому ID-шнику, получается, и получаем информацию о названии категории. Но есть более продвинутые способы получения данных автоматически. Но по классике это работает вот так. такое, такое, скажем так... Да, и кстати, я вам еще хотел рассказать пример. Или, допустим, нам нужно отобразить на экране все товары, которые относятся к категории джинсы. Что мы сделаем в этом случае? Мы, вот, нам вот экран, нам нужно отобразить здесь все товары, которые относятся к категории джинсы. То есть, мы здесь на экране уже будем иметь ID-шник нашей категории вот этой вот. И для того, для отображения товаров, мы обратимся к нашей... Мы обратимся к нашей таблице базы данных с товарами и отфильтруем все товары, которые имеют вот эту ID-категорию 1. И смотрите, такое вот взаимоотношение между двумя таблицами называется один ко многим и многое к одному. То есть, вот эта взаимосвязь работает именно так. Ну, представьте следующую ситуацию. Сейчас я сделаю нам новый лист. У нас есть две, скажем так, таблицы. Таблица продукт и таблица с изображениями. У каждого товара, допустим... Ну, это не очень хороший пример. Ну, смотрите, допустим, у нас одно, допустим, изображение может относиться к множеству товаров, и несколько товаров может иметь несколько изображений. То есть, тут уже прослеживается связь многое ко многим. И даже давайте не так, не на изображениях, а на категориях. Допустим, у нас в этот раз, скажем так, товар может относиться к множеству категорий и в категории быть множество товаров. Это взаимосвязь многое со многим. Как это реализуется? Допустим, вот здесь таблица, допустим, ID товара. И название товара. Ну, и цена пусть будет, да? А в категориях таблица индивидуальный лидификатор категории и название категории. Ну, давайте же для того, чтобы нам было понятно, у нас будет не просто здесь поле ID, а здесь будет ID cat, ну, через нижнее подчеркивание категории, да? А здесь будет не просто ID поле, а будет называться вот так. ID нижнее подчеркивание price. Вернее, не price, а product. То есть, здесь в таблице с товарами у нас поле с ID-шником будет ID нижнее подчеркивание product, а с категориями будет индивидуальный лидификатор, как поле будет называться ID нижнее подчеркивание категории. Как связать нам эти таблицы? Эти таблицы связываются через стороннюю таблицу, промежуточную таблицу. Как нам проименовать? По правилам правильного бэкэнда, такие таблицы именуются с помощью двух названий, двух таблиц, которые нужно связать, причем в алфавитном порядке. То есть, это у нас будет категория, нижнее подчеркивание, продукт. То есть, эта таблица продукт, продукт, это таблица категория, а промежуточная таблица там категория, но обычно во множественном числе это делается, категория с produced. И здесь мы создаем следующие поля, индивидуальный лидификатор связи, дальше идет индивидуальный лидификатор продукта, и дальше идет индивидуальный лидификатор категории. То есть, опять же, нам, допустим, нужна, у нас есть категория с айдишником 1 У нас есть айдишник 1 Нам нужно отобразить все товары, которые относятся к этой категории Что мы делаем? У нас есть вот эта категория, которую мы получили уже из этой таблицы Нам нужно обратиться к таблице посредник И сказать, дай-ка мне все айдишники товаров И нужно сказать следующее Дай-ка мне все вот эти айдишники товаров, у которых в поле айдик категории в промежуточной таблице есть айдишник 1 Здесь мы получаем список всех айдишников И потом мы делаем запрос к таблице товаров И говорим, а ну-ка, давай-ка нам верни список товаров Здесь мы потом обращаемся к таблице товары И говорим, верни-ка мне, допустим, данные о товаре name и price Тех товаров, у которых будут айдишники, которые перечислены в нашем вот этом списке, которые мы получили с этой таблицы Здесь в этом случае мы обычно делаем какой запрос Там select на языке SQL, если я не ошибаюсь, select Там from таблица products Запрос такой пишем, да? Пишем потом where, то есть не все А давай-ка мне, where отвечает за фильтрацию То есть давай мне товары, у которых указываем поле В данном случае это айд нижнее, протеркивание, продукт Если бы мы брали бы один айдишник из этой таблицы, мы подписали бы айд продукт Там равняется определенному айдишнику А так как у нас айдишников много, мы указываем ключевое слово in И указываем наш список И после этого, после такого SQL запроса Кстати говоря, обращение с базами данных происходит через язык программирования Через язык запросов SQL И поэтому я вам настоятельно рекомендую пройти на YouTube курс по SQL Их много, бесплатных, посмотрите, там несложно Там вы научитесь писать эти все запросы И то есть если бы у нас был один, мы хотели бы айдишник товара получить То мы бы записали так, where id продукт равняется такому айдишнику А здесь мы как раз таки с вами говорим, что подавай мне все, все поля Допустим, из таблицы продукт Причем фильтруй мне по полю айди продукт И в качестве айдишников отбирай ко мне множество айдишников, которые указаны в лист И для того, чтобы подобрать множество айдишников, нужно указать ключевое слово in И тогда все это вернется Ну а если мы говорим про язык Kotlin, то в целом это выглядит метод У нас здесь мы работаем с библиотекой room Здесь у нас является аннотация query В скобках, внутри скобках мы как раз таки записываем вот этот вот запрос Типа list пусть у нас будет, ну я вам сейчас схематично все это сделаю А здесь мы напишем с вами, да, некую Здесь мы напишем с вами некую, допустим, функцию там get Здесь внутри у нас будет вот этот вот список с айдишниками Да, и да, ну там тип данных, которые мы возвращаем Здесь будет тело функции И в теле функции как раз таки, да, и самое главное Ну мы будем возвращать то, что нам нужно Но самое главное, что мы должны понимать, что вот этот лист список айдишников Мы должны указать в качестве вот этого аргумента, да, параметра И это же название параметра мы должны будем передать в наш SQL запрос После ключевого слова in Если вам кажется все, что я написал здесь очень тяжелым То я вам советую глобально прокачивать себя в работе с бэкэндом Потому что андроид-разработчику это очень важно Умение работать с базами данных Не столь важно там понимание, глубокое понимание языка код И сколько работа с базами данных Если вы хотите, чтобы я вот этой всей магии бэкэнда вам научил То добро пожаловать ко мне на курс Мы это изучаем целый месяц Ну опять же, как месяц Вы можете изучать хоть несколько месяцев Это у вас никто, собственно, не ограничивает Просто важно понимать умение работать именно с базами данных Но в целом, вот эта вся основная теория Собственно, что нужно знать андроид-разработчику из базы данных Давайте Так, что нужно знать Нужно понимать разницу между базой данных SQLite И базой данных на сервере MySQL Нужно понимать, что такое сервер Как он работает Нужно понимать язык запросов SQL На самом низшем уровне Нужно уметь работать через такую панель В любом хостинге, как PHPMyAdmin Нужно уметь создавать базы данных И писать запросы к базе данных Например, язык PHP Для этого хорошо Если изучить еще такую штуку, как PDO Вообще идеально Вот, нужно это знать Далее, в SQLite Сработает база данных на устройстве Нужно понимать, что такое Что такое библиотека RUM И как с ней работать локально С нашим мобильным приложением Писать также запросы И также нужно разбираться В архитектурном паттерне MVM И делать правильные миграции С Ну, то есть сервера На базу данных на устройстве И работать со всеми этими делами И, конечно, вы очень часто можете Встретить такое понятие, как CRUD Да, то есть это CREATE, UPDATE, DELETE Ну, то есть, собственно Ну, собственно, это операции Какими операциями нужно владеть Когда вы работаете с базой данных Это, собственно, CREATE, Sоздание, UPDATE, Обновление Обновление, кстати, происходит Также по индивидуальному идентификатору Нужно уметь получать данные Да, нужно уметь получать данные по фильтру Грубо говоря, то, что я вам показывал сейчас По ID-шнику Нужно уметь удалять определенное поле Ну, определенную строку То есть определенную Определенную строку в базе данных И нужно уметь еще Очищать, да, CLEAR Очищать нашу базу данных Также нужно понимать связи Связи Многое к одному Один ко многим И многое ко многим Есть связь один к одному Но она не имеет смысла Поэтому, что там можно внедрять определенные поля Нужно уметь разбираться в самой таблице базы данных Собственно, да, это и все Что вам нужно знать При работе с базами данных Такие дела Ну, а с вами на связи был, как всегда Проект Мабу До встречи на следующих уроках Всем пока